всем привет друзья с вами снова я михаил прыгунов сегодня 1 мая для кого-то это праздник для кого-то нет кто-то едет на дачу копать огород кто-то нет а я еду в эстонию зачем в эстонию на семинар в эстонию спасибо спасибо таллин а почему именно в эстонию да потому что люди которые меня пригласили на семинар живут именно в эстонии они в другом месте и им было удобнее всего пригласить меня именно в эстонию они в другое место а куда именно в эстонию конечно в столицу славный город таллин хочется еще сказать что эта поездка не состоялась бы без помощи моего генерального спонсора этой поездки в эстонию моего автомобиля skoda я очень благодарен своему генеральному спонсору автомобилю skoda за то что он помог мне поехать в эстонию черт так люблю рекламу без рекламы как-то жизнь скучно ну а что вам было не так скучно смотреть это видео вы можете попытаться отгадать какая именно у меня skoda также в этом путешествие меня ждет несколько испытаний одно из которых называется проехать из петербурга до таллина и обратно на одном баке бензина прям как в топ гири до бак бензина в моей skoda вмещает примерно 50 литров и сейчас прибор показывает что мне осталось до опустошения бака примерно 590 километров я как-то хреново подготовился и не знаю точно сколько километров между питером и таллином по-моему 350 в общем в общей сложности мне нужно будет преодолеть приблизительно 700 километров поэтому моя задача выехать как можно быстрее выехать на ровную свободную дорогу и не спеша ехать не сильно тратя бензин и тогда все получится уже кого-то прищучили из вещей первой необходимости который я взял с собой это iphone с картами из навигации чтобы ориентироваться на местности также 5 литров воды питьевой и один контейнер еды сегодня такой необычный день вообще во многом необычный даже в том что сегодня у меня не гречка не гречка не греча с грудками а рис сегодня будем есть рис ну вот стоило выехать на трассу как расход топлива постепенно уменьшается и количество километров которые остались до опустошения бака растет на часах 11 45 почти 4 часа назад я завтракал и пришло время покушать вкуснятина подъезжаем к границе ну вот время час дня и я встал в очередь очередь большая поэтому у меня много времени хорошо что я взял с собой попить и поесть ну вот прошло еще два часа с последнего моего прием пищи и уже начинает посасывать в желудке подкрепиться многие из вас пишут мне миша ты уже достал есть одно и то же свою эту куриную грудку с гречи либо рисом где овощи где там еще что нибудь ну на самом деле просто так получается когда я записываю на видео то что я ем у меня чаще всего оказывается в контейнере именно это куриная грудка и гречи но в этот сегодня в этот раз у меня здесь рис рис это что-то невообразимое овощи я тоже ем я тоже ем овощи может если вы не верите и не знаете об этом то можете посмотреть видео о том как мы ходим в магазин семьей и выбираем там продукты какие овощи я ем сейчас я ем кабачки тыкву морковку свеклу вот такие овощи и ем я их в приготовленном видео и ем я их в приготовленном виде в предыдущем видео о нашем походе в магазине я сказал что мы эти овощи варим но варим мы только свеклу и морковку а кабачок и тыкву мы тушим на сковородочке в воде вот такая получается вкуснятина и наверное это полезно там клетчатка все дела если говорить про животные жиры то я сейчас ем иногда ем сливочное масло мне нравится это животный жир молочный ну хоть и молочный но все равно я считаю что он полезный так как натуральный мне этого достаточно также я дополнительно употребляю омега-3 в капсулах и чувствую себя прекрасно но это осталось еще на один прием пищи я думаю часа через три еще поем а там я думаю по ему же чего-нибудь не российского хорошо что я еще камеру взял хоть не так скучно ехать можно с вами поговорить давайте поговорим смотрели последний выпуск где я под музыку делаю круговую интервальную тренировку нет но посмотрите те кто смотрел обратили внимание на качество картинки вот я обновил камеру купил новую камеру а какую именно камеру можете увидеть моем инстаграме и заказал ее в соединенных штатах америки почему потому что модель предыдущая и в россии она уже была снята с продажи у нас не все так просто в россии друзья поэтому пришлось заказать в америке и доставку оформить через бандерольку очередной раз и в этот раз бандеролька справилась вообще на отлично доставили мне посылку за 7 дней это рекорд никогда так быстро не было ну естественно как всегда качество упаковки тоже на высочайшем уровне все пришло в целости и сохранности и я теперь буду радовать вас более качественной картинкой хотите тоже заказывать товары в америке и радовать окружающих раскройте описание там есть ссылка и все подробно узнаете и самое время пришло поговорить о тренировках и так как же я сейчас тренируюсь тренируюсь я сейчас где-то три раза в неделю стараюсь это делать регулярно но это в общем все что я хотел сказать о тренировках дальше вы сами все увидите в видеороликах чуть не забыл обзавелся еще классной штукой которая называется пульсометр или пульсомер в общем неважно эта штука меряет пульс и в ближайшее время будут несколько будет несколько видеороликов о том как тренироваться учитывая частоту сердечных сокращений потому что это очень важно и многие из вас говорят что crossfit это опасно для жизни потому что садит сердце вот это будем тоже проверять так это или нет на самом деле так что ждите следите за анонсами моей группе вконтакте а также в инстаграме чтобы ничего не пропустить вот такой у меня сейчас пульс сидя в машине в состоянии практически полного покоя а из окна вот такие виды открываются на старинные средневековые замки красиво наверно там прошел русских пограничников все в порядке выпустили спокойно без происшествий теперь стою в очереди к эстонским пограничникам ну и конечно самое время подкрепиться доесть остатки той еды которые взял с собой в duty free я не заходил чем там делать сигареты алкоголь я не употребляю конечно был собран зайти взять какую-нибудь шоколадку но я себя переборол просто кремень граница между россии и стране проходит по реке нарва и вот я сейчас стою на мосту через эту реку достаточно красиво мне нравится ничего не могу сказать о европе тем более об эстонии не был ни разу за исключением только лондона один раз и пару раз финляндии ну вот сейчас побываю прибалтики не это не российская сторона это как раз таки эстонская а вот российская ну что ровно пять часов мне понадобилось для того чтобы пройти все пограничные пропускные пункты пройти все паспортные контроли и вот я продолжаю свое движение в таллинн пописать бы где-нибудь ну что теперь я готов ехать дальше главное соблюдать ограничение скорости особенно в населенных пунктах только я не особо шарю какое оно не так природа красивая что ты скажешь дорога ровная да и у нас принципе ровная была в россии природа тоже красивая семинары семинары семенинары что я думаю о семинарах как я отношусь к семинарам точнее отношусь к семинарам положительно это будет мой первый семинар в таллине я не сам не предпринимал никаких попыток для того чтобы начать проводить семинары я все ждал когда же никто не пригласит и вот это случилось раз есть интерес почему бы и нет и если будут приглашать то почему бы и нет увидимся на семинаре не ну круто что путешествовать на тачке мне нравится следующий раз поедем обязательно куда-нибудь далеко втроем я оля и диана висел знак ограничение скорости 50 километров в час все едут 50 километров в час что происходит такой прикол вообще ровно 100 километров до таллина по спидометру я проехал двести восемьдесят два с половиной километра и израсходовал четверть бака бензина ну что на часах 20 часов 20 минут 10 часов я за рулем и вот наконец я подъезжаю к таллину немножко я что-то под скис потому что под устал поверните направо в направлении прониксе в направлении 20 их google чтобы я без тебя делал нашел нашел все-таки я на месте вот это масштабно что друзья наконец-то я добрался до клуба ревальт спорт город таллин и сейчас я вас познакомлю с ребятами которые меня сюда пригласили затеяли все это организовали я думаю очень будет круто и так знакомьтесь привет я оля всем привет мне за всем мы стали нам мы пригласили михаила до который нас сейчас снимает очень рады увидеть у нас намечается семинар посвященный спорт здоровому образу жизни питанию фитнесу в общем и в частности тяжелой атлетике кроссфиту будет очень интересно и михаил поделиться своим опытом и мы очень долго ждали его и надеялись что приедет и позитивом нас всех зарядит эмоциями и что-то свежее новое принесет нашу серую жизнь так что будет классно ждем идея возникла устраивать такие семинары чтобы скажем так поднять уровень наших спортсменов потому что у нас спорт развивается очень стремительно и уверен что многим будет интересно послушать каких-то специалистов и поучиться чему-то вот потому что нам нам есть куда расти и я уверен что наши эстонские спортсмены дают достойное место на международном помосте и поэтому будем приглашать еще и еще спортсменов к которым будем учиться и с которым будем всегда дружить и работать ну что поняли вот так то вот они какие классные арсен и оля ну что друзья вот наконец-то настал этот день 2 мая 2015 года город таллинн и это мой первый семинар по фитнесу бодибилдингу здоровому образу жизни кроссфиту правильным питанием итак мы начинаем друзья поехали закончилась первая часть и первый день моего семинара в городе таллине столица эстонии была теоретическая часть мне все очень понравилось все прошло супер как обычно на позитиве всем спасибо огромное что пришли завтра продолжение второй день вторая часть и будет практическая часть семинара ну а сейчас мы пошли погулять по старому городу посмотреть достопримечательности погода немножко не радует но все равно все очень круто и все Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой он славный старый город Таллин. Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. А сейчас мы едем кушать. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, второй день. Практика. Посмотришь. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, спасибо, Таллин. Вот все и закончилось. Но мы не огорчаемся, потому что мы продолжаем жить и развиваться. У нас все отлично. Спасибо, друзья. Буквально пару секунд назад закончился семинар и мы уже летим на телевидение давать интервью на первый Балтийский канал. Что, Миша, у тебя берут интервью? Да, впервые в жизни на телевизии. Первый раз? Конечно. Я не раз все никогда не звали. Поздравляю с дебютом. Вот так. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Это мы на закате дня с Арсеном приехали. Арсен привез меня на телебашню. Мы забрались на высоту 175 метров, откуда открывается потрясающий вид. На весь город Таллинн. Поэтому, друзья, приезжайте в Таллинн, заходите на телебашню. Обязательно. Всех ждем. Время ноль часов. Мы находимся с Арсеном сейчас на Ратушной площади. Сходили в классное заведение, поели лосиного супа и попили морса с лосиными пирожками. И на этом, в принципе, заканчивается мой первый такой интересный, насыщенный визит в этот прекрасный город Таллинн. Это было прекрасное мероприятие. Все остались довольны. Самое главное, и мы уверены, что это еще не последняя встреча с Мишей и не последнего приезда сюда. И хотелось бы сказать, что мы всех, на самом деле, ждем в гости. Приезжайте, не стесняйтесь. Мы всех ждем. Да, я хотел бы сказать Арсену огромное спасибо и также Оле за то, что они так все классно организовали. Я под большим впечатлением остаюсь. И они сказали, что они будут продолжать устраивать такие интересные познавательные семинары с разными интересными людьми. Не обязательно спортсменами, а людьми из других сфер деятельности, также интересных. Поэтому следите за информацией, которая будет по ссылке в описании к этому видео. Всем спасибо. Увидимся. Пока. Пока. Ну что, друзья, вот и вернулся я в Россию. Закончилась моя поездка в Таллинн. Границу я прошел обратно в несколько раз быстрее, чем туда. Туда 5 часов, обратно 30 минут. Потому что забронировал онлайн себе очередь на границе и вообще не было совершенно никого на луну. Все очень легко и просто удобно. Выехал в 3 часа ночи, естественно, не выспался, поспал всего 2 часа. Но как-то удалось взбодриться и доехать таки до границы. И сейчас я продолжаю свой путь. По бортовому компьютеру запас хода у меня на 230 километров до Санкт-Петербурга. По указателям остается примерно 130 километров. И я с уверенностью могу сказать, что мне удалось осуществить мою задуманную небольшую цель и пройти это испытание, съездить из Санкт-Петербурга в Таллинн и обратно на одном баке бензина. Ну что, друзья, вот я наконец-то и добрался до дома. Мне хватило бака бензина, все в порядке, все круто. Путешествие было просто отлично. Я полон эмоций положительных, позитивных. Семинар прошел классно. Мне понравилось все, абсолютный город и атмосфера. Все, на сегодня я с вами прощаюсь. Таким получилось это видео. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Михаил Прыгунов. Увидимся. Всем счастливо. До новых встреч. Пока.